Да, фильмы с Николасом Кейджем дерьмовичные, получают более высокие оценки, это просто хейт, самый банальный хейт. Всем привет народ, и в последнее время на канале было не так уж и много обзоров на фильмы. Да, я ходил в кино, но не слишком много, если ходил, то через 2-3 недели после премьеры, и естественно, через 2-3 недели вы уже сами всё видели, и вряд ли вам нужно мнение на фильм. Хотя, может быть, нужно? В любом случае, я сейчас занимаюсь именно игровым каналом, мне хочется заниматься играми, я очень много чего выпускал в прошлом году, были очень хорошие инди, которые я пропустил, и не только инди, но и какие-то более-менее, скажем так, почти ААА, почти крупные игры, которые я тоже обделил вниманием, или просто уделил им слишком мало времени, я хотелось бы побольше. И обзоры на фильмы это такая серьёзная тема, есть очень много серьёзных обзорщиков, поэтому я бы не хотел делать какие-то полноценные обзоры на фильмы, просто, ну, это не совсем по мне, и я хочу придерживаться в этом году концепции больше игрового канала по новинкам. И я знаю, вы любите мои мнения на фильмы, часто на стримах спрашиваете, а как тебе этот фильм, что ты о нём думаешь. К тому же, вот такой фильм, как Assassin's Creed, который, ну, напрямую очень тесно связан с игрой, я сейчас читал статью на Кинопоиске про то, что, в принципе-то, конечно, Sony давала деньги на этот фильм, они занимались разработкой, производством фильма, но Ubisoft имела очень огромный креативный контроль и приложила, в принципе, очень большую лапу к созданию кина. Также я не хочу делать какие-то мейнстрим-обзоры на фильмы, сейчас очень много есть кинообзорщиков, которые говорят практически одни и те же вещи про фильмы, вот, буквально можете включить 2-3 обзора от каких-то известных людей, и вы услышите одни и те же слова, наверное, они... Я не знаю, может быть, они пишут сценарии вместе, возможно, они копируют рецензии западных критиков, я абсолютно без понятия, но смотреть их мне лично неинтересно, и перед тем, как я скажу мнение на Кредо Ассасина, Я не смотрел никаких обзоров, не читал никаких рецензий на фильм, я хочу подойти к нему со свежей головой, не затуманенный каким-нибудь мнением, потому что иначе я априори начну ссылаться на это мнение и мыслить в том ключе. Первым очевидным фактом будет то, что вы должны быть не то чтобы фанатом Ассасин Сквида, но играть в игры в этой вселенной и иметь хоть какое-то базовое представление о том, окей, на что вы пришли и что вы там увидите, потому что нет знакомых персонажей, вы там не увидите, вы увидите просто знакомые понятия, такие как Абстерго, Яблоко Эдема, Тамплиера Ассасина, и в принципе, даже если вы ни во что не играли, вы поймёте, что происходит, здесь нет какой-то жёсткой привязки к фильму, но вселенная раскрывается понятнее, именно после игры. Многих задел момент с отрубанием пальца, то есть у него два клинка и палец, по идее, отрубали для удобства использования выдвижного клинка, при этом меня очень удивляет, что никто не подумал, что это может быть часть ритуала, то есть как, например, крещение в церкви, когда ребёнка кладут в купе или там крест кладут, эту ванночку, я хз, меня не крестили, ничего не знаю, но это просто ритуал, то есть тебе отрубают палец в знак того, что ты теперь часть, часть креда, ты ассасин. Я очень удивлён, что никто, даже, ну, люди более уменее опытные в плане серии, не подумали о таких вещах, что, блин, самое банальное объяснение, это часть ритуала. Далее были претензии к тому, что ассасинов показали мало, то есть Испании, Андалусии, там очень мало, мало боёвки. Мне, наоборот, понравилось, что фильм крутился вокруг персонажа Фассбендера и его развития и взаимодействия с другими действующими лицами. В общем, все актёры играли очень хорошо, мне понравилась игра и Фассбендера, и прочих, они, ну, отлично сыграли, тут никаких вопросов к ним нету, и развитие персонажа Фассбендера, пусть и довольно быстро, но смотрится очень интересно. И часто фильмы по играм дико губят отсутствие сюжета, отсутствие логики в этом сюжете, что игра, что фильм пытается быть похожим на игру, и Бесофт в этом плане молодцы. Они поняли, поняли простую истину, не надо из фильма делать игру, то есть игра игрой. Почему боёвка в Ассасин's Creed в игре выглядит интересно? Потому что ты управляешь этой боёвкой, ты в ней участвуешь. Это катседа, там боёвка потом идёт, ты гонишься за врагом, окей, но ты действуешь, ты принимаешь участие. И там хоть два, хоть десять, хоть двадцать часов, это выглядит интересно. В фильме ты пассивный зритель, ты просто смотришь, зачем пилить дофига боёвки. Юбисофт это поняли, в этом плане молодцы, поэтому это скорее сейчас объяснение тем, кто ждал больше боёвки фильма. Она не нужна, она будет скучной. В фильме всё выверено просто отлично, у меня нет претензий к хронометражу ни разу. Всё просто идеально. И боёвочка есть, и сюжет, и всё это выверено именно так, чтобы скучно не было. Постоянно происходит экшен, постоянно что-то творится. Кстати говоря, очень красивый дизайн, локации, очень много отсылок. То есть оружие, ассасин, всякие мелкие вот детали. Очень хорошо, очень впечатлило. Насчёт того, что всё в Испании происходит, неприятно, что нет отсылок к Борджио. Которые были очень крупной частью Ассасинской 2. И считай вот этой подсерии Ассасинской 2 про Этсо Аудитора. И отсылок к Этсо не было. Пусть он итальянец, но там были связи с Испанией. И в какой-то момент, по-моему, в Андорру Этсо прибывал. И вот хочется всё это увидеть, чтобы какая-то связь была. К сожалению, её вообще близко нет. Но очень хорошая эпик музыка, подходящая под ситуацию. Насчёт сюжета. Я могу понять претензию к тому, что нет особо каких-то жёстких сюжетов-поворотов. Возможно, это критиков смутило, да и зрителей тоже. Меня нет, потому что это боевик. И сильно нагружать какую-то философию он не должен. Конечно, в первом Ассасинской 2 было много философии. Когда они в начале фильма зачитывают Кредо. И как бы клянутся, это всё очень впечатляет. Вот это внимание к деталям, отсылки Кредо. И все вот там выверенные детали. Как они верны, Ассасины то есть. Верны своему делу, поиску яблока, его защите. Это... Просто смотришь и веришь этому. Ну, отчасти тут и актёрская игра, и грамотно прописанный сценарий, и диалоги. Это всё бросается в глаза. И действительно веришь, ты видишь, что это люди, которые готовы умереть за яблоко. И ты в это веришь. Ты смотришь и такой поняш, да, они... Они сделают всё. И да, в этом нет сюрпризов, но опять же, эта франшиза уже давно известна, давно обкатана. И ожидать каких-то сюрпризов от... Считай, не новой франшизы и фильму по игре как-то странно. Учитывая, опять же, что это боевик. Это не драма, это не... Что-то глубокое. Здесь не было даже намёка на глубину. Я думаю, здесь есть, может быть, какие-то завышенные ожидания. Кто-то ждал что-то такое, этакое. Я ничего не ждал. Я шёл в кино с мыслями о том, что, ну, наверное, боевик покажут. И, в принципе, боевик показали. Для боевика достойный сюжет. Нужно понимать, во-первых, что это за жадор. Во-вторых, грамотно оценивать. Потому что, мне кажется, люди ждали, что будет сценарий и глубина на уровне какой-то драмы. С кучей саспенса. Но нет, никто этого даже не планировал. Это видно. Концовка немножко, конечно, смазана. И прям такую жёсткую точку не поставили. Намёк на продолжение есть. И очень бы хотелось его увидеть. На фильм определённо стоит пойти. Я поставлю ему оценку 8 из 10. Наверное, это будет опять один из тех нетипичных обзоров фильма. То есть, фильм, который, ну, очень много кто опустил. Сказал много плохого. Евген его вознёс на пьедестал. А выйдет какой-нибудь фильм, про который все скажут хорошо. Евген его опустит. Я хотел про это сказать, что я не стремлюсь поймать какой-то хайп. Или просто сделать то, что не сделает никто. Я высказываю своё мнение. Мне, в принципе, всё равно, кто там что сказал. Какой известный или неизвестный чувак что там подумал. У меня есть своя голова на плечах. И я всем советую использовать свою голову, а не слепо слушать или реагировать так. Ну, все же сказали. А если все прыгнут со скалы, ты тоже прыгнешь. Я знаю, это банальное сравнение. Ну, ты что, грёбанный баран? Если тебе все говорят прыгать со скалы, ты же не будешь прыгать. Тут то же самое. Если тебе все говорят, что Assassin's Creed говно, это не значит, что он говно. Это вообще ничего не значит. Это их мнение. И у тебя есть выбор, соглашаться с ним или не соглашаться. Так вот, я не согласен. У меня своё мнение. И оно таково. Меня фильм устраивает, я им доволен. Я получил эмоции. И учитывая, что билет на фильм стоил 200 рублей, я полностью окупил его по эмоциям. Он полностью отбился. Кстати, насчёт 3D опять скажу. Я смотрел фильм в 3D чисто случайно. Я не шёл специально на 3D. Просто сеанс был удобный для меня в 12 ночи. И вообще не впечатлён. 3D, как всегда, ни о чём. Я уже рассказывал про то, что я был в лучшем кинотеатре Европе, где билет стоит 2000 рублей. И там IMAX 3D. Та же фигня. Вообще не интересно. То есть звук, конечно, прикольный. Бьёт по ушам, но ты к нему привыкаешь очень-очень быстро. И просто хочу поговорить. Не ходите на это. 3D дурацкое. Ну, просто если есть удобный сеанс, окей, идите. Но прям специально рваться к 3D, к IMAX нет нужды. Там есть красивые виды, но они на обычном 2D экране будут выглядеть хорошо. Если хороший кинотеатр с нормальным оборудованием, там 2D будет выглядеть вполне сносно. Я миллион раз ходил в хороший кинотеатр и в Москве, и за границей, и в Смоленске с очень хорошим оборудованием. И всё там отлично. И в 2D, и в 3D. Особой разницы нет. Сейчас зашёл на кинопоиск и вижу, что средняя вот тут оценка по миру идёт рейтинг кинокритиков 17%. То есть это получается 17 из 100. Блин, это выглядит как бы немножечко убого, что ли. Даже грустно. Вот читаю отзыв, например, человека по имени Кушторбек. И он пишет, что хуже, чем Принц Перси, ужасный сценарий, ужасные диалоги, недостаточно взрослый сценарий. И я хочу сказать отнюдь, сценарий довольно взрослый, то есть очень много разговоров на тему семьи, отцов и детей. Потому что в фильме присутствует, я не буду спойлерить, но целых два отца. И у каждого свои собственные отношения с Чадом. Это всё очень интересно выглядит и сделано очень глубоко, больше рассказывать не буду, так как это будет просто спойлером. Но мне абсолютно непонятны претензии к плохому сценарию от людей и критиков. Где там плохой сценарий? Это обычный боевик? Что вы просите? Что вы ждёте? Да фильмы с Николом Сэм Кейджем дерьмовичные. Получают более высокие оценки. Это просто хейт. Самый банальный хейт. От людей, которые ждали вау, а им дали просто хорошее кино. Ой, они теперь исходят говном. Ну, противно читать. Ещё претензия, что про яблоко Эдема толком никто ничего не объяснил. А что объяснять? В нём лежат какие-то семена. Я забыл, как называется. Библейское что-то. Какие-то семена в нём лежат первого чего-то там. Уж извините, я не помню, я не разбираюсь в Библии. Мне это неинтересно. И снова цитата. Никто не пробовал ответить на простые вопросы. Почему Калум Линч главный герой? Чем он интересен зрителю? Из-за чего зритель может ассоциировать себя с ним? А его проблемы с отцом, его желание отомстить и то, что он заключённый, которого казнили и всё такое. Это никакие ассоциации не вызывает. То есть это бездушный человек. То есть проблема главного героя с отцом это что? Это ничего, это ни о чём не говорит. Диалоги с другими героями фильма никак его не раскрывают. Просто здесь всё сделано немножко на другом уровне. Здесь всё сделано немножко быстро и не настолько эмоционально, потому что фильм крутится не вокруг главного героя, а по сути вокруг самого концепта. То есть есть тамплиеры, есть ассасины. И как и в играх Assassin's Creed, просто в играх мы играем за главного героя. Здесь всё крутится вокруг самого концепта, что есть яблоко, есть тамплиеры, ассасины. Обоим нужно яблоко, у одних одни цели, у других другие. И в этом вся идея фильма. По сути герои здесь просто, как бы сказать, пешки, все пешки. Король здесь и королева это сами вот эти две большие организации. Всё остальное это пешки, это всё мелочи, это всё формальности. То есть любого ассасина можно заменить другим ассасином, ничего не поменяется. А эту аудитору можно заменить на Ваню Зурюпинскую. Сама суть сражения, вот этого конфликта, тамплиер Ассин не поменяется. А этот, да, он харизматичный, интересный персонаж, которого раскрывали аж на протяжении 20 часов игры. Но это не фильм, который идёт два часа, например. Просто фильм рассказывать не о персонажах конкретно, а о самой идее. При этом у нас есть персонажи, у которых, ну скажем так, есть душа. Только эта душа не стоит во главе угла. Ещё одна цитата отзыва пользователя под ником Морган Фриман. Лично я, Надеж, не возлагал, ждал фильм-аттракцион. Двухчасовое рубило, молотило в декорациях святой земли. И да, я здесь соглашусь, что трейлер, по сути, это нам и показывает. То есть в трейлере большинство сцен показано именно от лица ассасинов в Испании, что идут бои, какая-то война. И, естественно, трейлер это то, что продаёт фильм. То есть трейлер это как этикетка, это как вот упаковка. То есть если на этикетке изображено кофе, а потом ты открываешь, а там не кофе, а чай, то, естественно, становится сильно обидно, особенно с течением. Я думаю, дальше, я бы дальше мог разбирать все отзывы к фильму. Их не то чтобы много, как я сказал, негативных здесь 11, нейтральных 9. То есть всё это можно разобрать. Но думаю, что мы услышали достаточно. То есть отчасти кто-то не понимает, на что шёл. То есть думали, что фильм другая часть в трейлере. На самом деле, больше всего я жду людей, которые будут со мной спорить и действительно скажут, нет, ты не прав, ты всё сказал не так. Это самое интересное обычно. Так как мне всегда очень интересно узнать чужое мнение. И поговорить об этом в комментариях. Я не всегда отвечаю на комментарии часто, но стараюсь выкроить время. А есть возможность, всегда рад поговорить как минимум. Я их читаю, я всегда читаю комменты под последними видео. Особенно, когда вижу, что тема острая и комментов много. Так что очень буду благодарен узнать ваше мнение. И, кстати говоря, можете оставить видео лайк, ну или дислайк, если вам оно не понравилось. Я не хочу быть мейнстрим-блогером, который скажет, обязательно поставьте лайк, потому что, ну, моё мнение топ. Нет, это просто моё мнение, это просто то, что я думаю. Всем спасибо за просмотр и пока.